Сегодня у нас в гостях Инна Тудакова, автор-исполнитель собственных песен. Приветствую, Инна. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о себе, о своей семье, как вы вообще стали творить, стали писать песни. Как-то не могла без песен жить. И сначала это было просто в юности нравилось петь, нравилось петь самой, петь людям. А потом это постепенно выросло в профессию. Я познакомилась с проправночкой Варей Паниной, Галиной Савастьяновой, которая сказала, чтобы я написала, она поэт, и попросила написать на ее стихи песни. И я не смогла ей просто объяснить, что я не умею писать и никогда не писала. Я уже решила и так. Я напишу, она поймет, что я не умею, и отстанет. Но вот так сложилось, что не отстала, и, в общем, все как-то случилось. А вот потом в театре Елены Антоновны Камбровой это продолжилось. И сейчас продолжается. Но сейчас, насколько я знаю, вы уже вышли в свою авторскую стезю. Если раньше вы пели джаз, пели других композиторов, других авторов, сейчас вы больше творите сами. И даже вот последний диск ваш, насколько я знаю, это полностью авторский диск. Да, это совсем авторский диск. В том смысле, что на стихотворение разных людей я написала эти песни сама, как я их чувствую, именно в контексте драматической песни. Мне это близко. И петь какие-то простые песенки, наверное, вырастаешь в какой-то момент. Пусть это никого не обижает, но действительно в какой-то момент начинаешь понимать, что мало хочется чего-то большего. Не просто тексты песен, а именно стихи, стихотворения интересных авторов. Вот, собственно, они в мою жизнь вошли. И мы как-то связались вот через песни с этими людьми. Инна, я знаю, что мы, во-первых, с нами познакомились, когда я снимала фильм о Бали Николаевне Баяновой, об этой великой-великой певице, которую по достоинству, наверное, еще и много-много веков будут оценивать. И я знаю, что вы, хотя официально у нее не было учениц, но вы как раз любимая, ну вот именно, вы любимая, так скажем, ученица ее. Алла Николаевна, она оставила же след вашей судьбе. Как она повлияла на вас? Как она повлияла на ваше творчество? Ну, изначально, когда я шла к ней по Арбату, по старому, то всегда ощущала какую-то такую, знаете, в хорошем смысле избранность. Вот вдруг в моей жизни открылось такое пространство, если хотите, да, счастье такое. Потому что это не просто певица, это очень красивый человек, это вот героиня, вот по-настоящему героиня. И, конечно, это просто даже чисто человеческий, очень большой, я бы сказала, этап. Хотя не так, ну, несколько лет это длилось. Я такая, как блудный сын, уходила, приходила, все самостоятельности ищу. Ну, и, конечно, что касается творчества, конечно, я была на всех концертах, возможных для себя, и ездила с ней, и в Петербург, и в Тамбов. В общем, мы много общались творчески, да, и... Ну, училась, училась как могла, конечно. Вот, вы знаете, я отметила одно такое, я была же на вашем концерте, я была поражена, я была потрясена этим представлением. Это, ну, сложно сравнить с кем-то, у вас действительно свой авторский стиль, своя авторская подача, и чтобы это оценить, нужно просто один раз прийти на концерт к вам. И все, ты заражаешься, ты получаешь этот вирус творчества. Ну, я отметила про себя, что что-то незримое вас с Баяновой все-таки связывает, потому что Баянова выходила на сцену и плечиком поводила, и перед тобой возникала голографическая картина, как магия какая-то, да, и вы, появившись там на сцене, какая-то интонация, что-то, и возникает некий образ. Вот у меня вопрос, это магия, это творчество. Вы можете прокомментировать вот это, вот как вы это ощущаете? В тупик ставите. Да, это просто выходишь на контакт, наверное, со всем миром, вот обнажаешься. Естественно, появляется магия, может быть, магией называют вот этот вот трепет какой-то, который возникает, потому что ты ощущаешь, что ты абсолютно не защищена. И с одной стороны не защищена, с другой стороны сильная. И вот это, наверное, и делает что-то такое. Это же, ну, мне это вообще невозможно объяснить, потому как это только со стороны можно видеть. Я-то как бы живу, работаю. Есть просто определенное состояние, в которое входишь перед концертом или во время уже концерта. Потому что перед собой видишь людей, видишь глаза, соврать невозможно. Ну, тогда хочется так взять уже и сказать все. А вот смотрите, вот в последнее время вы стали именно больше сами писать. Что произошло? Какой импульс вас подвиг к этому, вот к этому самовыражению? Что-то изменилось, может быть? Да, конечно, изменилось. Мы встретились через 20 лет с артистами театра Камбровой, который вот был первый состав театра Камбровой, когда театр только открывался, мы его и открывали. Участвовали в этом общем концерте. И как бы встретившись друг об друга, как облучились, что ли, я не знаю, от слова лучиться. И каждый дал друг дружке очень много. Мы все так обменялись энергиями и концертами, и совместными выступлениями. Это постепенно сейчас развивается. Не сказать, что это быстро, но вот мы еще не очень умеем себя продвигать, но тем не менее в главном мы собрались очень сильно, потому что Елена Антоновна, у нее все были только сильные люди. И в какой-то момент мы вдруг почувствовали, что мы нужны друг дружке, что мы много даем друг дружке. Вот этот процесс пошел, творческое объединение тембра времени. Ну, меня спровоцировала Елена Фролова. Ну-ка расскажите-ка об этом, как это произошло. Ну, просто своим творчеством. Я вдруг поняла, что человек все это время жил, писал, столько писал. А я где была? А я не знаю, где была. Ну, в общем, тем не менее... Нет, ну, конечно, была очень насыщенная жизнь, это понятно. Ну, видимо, время пришло писать. Что-то я в себе почувствовала, какие-то силы, недореализованность именно в этом направлении решила. Конечно, столько не написать. Ну, в общем, я не гонюсь в контексте количества, да. Но вот песенки, которые мы написали, и мы написали, я имею в виду здесь и авторов стихов, и аранжировки Дмитрия Мальцева. То есть это такая общая работа. А нами всеми с благодарностью, могу отметить, руководила Татьяна Хаустова, которая, собственно, благодаря энергии которой все это и случилось. Будем так говорить. Инна, вот хочу задать такой вопрос. Какая поэзия вам близка? У вас песни очень страстные. Вот я тут хотела сказать, страстные мне, не близка. То, что там отзывается, вот стучит пульсом. То, да. Я знаю, что 5 декабря у вас необычный концерт. Это концерт, в общем-то, как говорит Татьяна Хаустова, день рожденный. Да. И с этого концерта, может быть, начнется какой-то новый этап в жизни. Можете пару слов сказать об этом концерте? Ну, скорее всего, вот 5 числа, это скорее подведение итогов, будем так говорить. Я буду петь песни и с нового диска, и какие-то полюбившиеся песни. Я думаю, и романсы будут. И, да, кстати, очень интересно. Я всю жизнь, вернее, как, изначально, начиная карьеру, я думала, ну, я сейчас попою немножко романсов. Ну, это меня, собственно, особо не увлекало в том смысле, что жизни я не собиралась этому посвящать. Но со временем я вдруг поняла, что романсы-то через всю мою жизнь идут. Идут, идут. И главное дело, что их интересно петь, интересно все время. Времена меняются, и меняется окраска. То, что, например, раньше казалось сентиментальным, то сейчас очень трепетно. Может быть, что-то во мне изменилось, может, я их чуть-чуть по-другому пою. Вполне может быть. Но сами романсы для меня потихонечку все время трансформировались. А в принципе, вот в этом вечере 5 декабря я сделаю такой сборный концерт, наверное, из лучших, наверное, каких-то, ну, полюбившихся песен. В конце концов, придут люди. Называется этот концерт «Фуршет с ангелами». Какие будут ангелы спустятся, прилетят, приедут, я не знаю. Ну, посмотрим по ходу. Хорошо. А 7 декабря? А вот 7 декабря это уже задел на следующее. Это будет концерт в театре музыки и поэзии Елены Антоновны Камбровой. Там мы вместе с Ярославом Здоровым будем по одному отделению. Такую программу больше всего из новых песен. И даже совсем новых, которые еще никто не слышал, которые связаны с Еленой Антоновной. Не все могу говорить пока. А, сколько тайн. Осталось только пригласить всех на концерты Инны Тудаковой. Где они будут проходить? Да, приходите, пожалуйста. 5 декабря это кафе «Сценарио», Тверская, 22А. А 7 декабря это театр Елены Антоновны Камбровой. Приходите, я буду очень рада. Потому что когда есть вы, зрители, происходит магия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok